Этично Жизнь этого замечательного актера, которого зрители помнят по комедийным ролям в кино, оборвалась во многом из-за затяжной депрессии, вызванной его профессиональной невостребованностью. В судьбе актера были и творческие успехи, и счастье, и большая любовь. Но один трагический случай перечеркнул все, ради чего он пришел в этот мир. Эраст Гарин родился в Рязани 10 ноября 1902 года. Здесь же, с отличием, он окончил школу. В Москву начинающий актер приехал в составе труппы Рязанского гарнизонного театра. Его игру увидел и высоко оценил сам Всеволод Мирхольд. Он взял начинающего актера в свою творческую мастерскую и фактически стал учителем Гарина в профессии. В 1922 году Всеволод Эмильевич принял 20-летнего юношу к себе в театр. Позднее в своей автобиографической книге режиссер назовет Гарина любимым учеником и самым уважаемым актером его театральной труппы. Уже в 25 лет театральные работы актера имели оглушительный успех. Публика отмечала его Хлистакова в «Ревизоре» и Чацкого в «Горе от ума». Однажды на постановку с участием Гарина попал сам Станиславский. Он был поражен талантом актера и сравнил уровень его игры с мастерством мировых звезд сцены. Позднее основатель русской театральной школы в своих учебниках не раз приводил в пример исполнение ролей Эрастом Гарином. Фильмы. Самой запоминающейся советскому зрителю работой Эраста Павловича в кино стала роль археолога в картине «Джентльмены удачи». Кстати, о бабушках. Я сегодня утром забегал к вашим и сказал им, что симпозиум продлили на две недели. Фильм года, где Гарин согласился сняться после долгих уговоров его режиссером, стал лидером советского кинопроката 1972 года. Кроме фильма «Джентльмены удачи», которого разобрали на цитаты, Эраст Гарин запомнился зрителю ролью в фильме «Золушка». Ну как можно расстраиваться из такого пустяка? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, не надо, не надо. Я вам так заштопаю ваш воротник, что видно ничего не будет. А иголка и нитка у вас есть? Конечно! Я запасливая. Ну, в таком случае, так и быть, остаюсь. В 50-е годы, после ошеломительного успеха сказочного фильма о Золушке, Эраст Гарин активно сотрудничал с писателем, прозаиком и драматургом Евгением Шварцем. Триумф их совместной деятельности – кинолент «Обыкновенное чудо» 1964 года в постановке Эраста Гарина. Кроме кинематографа, Гарин занимался радиопостановками и режиссерской деятельностью. Наиболее перспективной его постановкой стала черно-белая кинокартина «Доктор Калюжный» и экранизация повести «Сын народа» писателя и драматурга Юрия Германа. Личная жизнь Первой супругой актера стала Любовь Руднева, сценарист и автор детских книг и рассказов. Отношения Гарина и Рудневой были столь искренними и высокими, что даже развод не помешал и дальнейшему общению. Второй женой стала Хесия Локшина, с которой Гарин познакомился на экспериментальном курсе. Скромная свадьба навек связала молодых людей. Вскоре у пары родилась дочь Ольга. Других детей у Гарина не было. В 1966 году с Гарином случилось несчастье. Эраст Павлович попал в автомобильную катастрофу, из-за которой лишился глаза. Его практически перестали приглашать в фильмы. Режиссеры просто не хотели работать со старым инвалидом, что больно ранило артиста, который на тот момент сыграл десятки ролей в кино и театре. Последней большой работой стала озвучка Ослика Я в советском мультфильме о приключениях Винни-Пуха. Авторов мультфильма привлек депрессивный, пессимистичный голос постаревшего киноактера, заставивший детей и юношей Советского Союза грустить вместе с экранным героем. А какой сегодня день? Пятница. День моего рождения. Сегодня? Хотя кого это интересует? Всем наплевать. Не рождение! Никому нет дела. Твой день рождения! Ну да. А разве не видишь? Подарки? Именинный пирог, клюкла в сахаре и прочее. Не видишь? За несколько месяцев до смерти Эраст Павлович потерял интерес к жизни, ни с кем не разговаривал, не принимал гостей и постоянно находился дома. Через несколько лет после смерти артиста его жена дала интервью, в котором рассказала, как уходил кумир, любимый двумя поколениями. Актер скончался в начале осени 1980 года, 4 сентября, в своей рязанской квартире, отпоглотившей его тоски. Могила Эраста Павловича Гарина находится на 17-м участке Баганьковского кладбища Москвы. Друзья, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Впереди много интересного!